Знаете ли вы, что на Кубани, исторической области на Северном Кавказе, говорить на русском языке было чревато печальными последствиями? За русский язык на Кубани можно было получить по физиономии. И было это не так уж и давно. Тому есть документальные свидетельства, которые мы приведем в этом видео. А на каком же языке говорила Кубань? Я думаю, это знают все. Кубанцы, потомки запорожских казаков, всегда говорили на мове. Не на казацкой балачке, как принято говорить в России, а на полноценной украинской мове. Назвали украинский язык на Кубани балачкой во времена Советского Союза, как раз перед Голодомором. Тем самым русские собирались устроить не только массовое истребление, геноцид украинцев, а и лингвоцид, масштабное уничтожение идентичности целого народа через уничтожение языка. И все это для того, чтобы сломить народ, загнав его в общее стойло покорного стада русских граждан. Впрочем, за сто лет ничего не изменилось. Россия использует ту же самую стратегию и сейчас, на оккупированных ею украинских территориях, где запрещено преподавание и использование украинского языка. Путин хочет отменить целую нацию, говоря о том, что ее попросту не существует. Но на Кубани, за подобные его слова, исторически относительно недавно, его бы подкараулили в темном уголке и, скажем так, перевоспитали бы. Кто же на Кубани наказывал за использование русского языка? Как это происходило? Кто назвал украинский язык на Кубани балачкой? Как уничтожали украинскую идентичность Кубани и сколько сейчас украинцев в регионе? Об этом и многом другом, не менее интересном, смотрите в этом видео. Но вначале подпишитесь на этот канал и нажмите на колокольчик для уведомлений о новых видео. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, тем самым вы помогаете в продвижении этого видео. А если хотите поддержать автора, заходите на Patreon и buy me a coffee. Все ссылки в описании и первом комментарии. В РФ положение украинского населения, особенно в последние годы, очень и очень незавидно. Особенно на приграничных с Украиной территориях, где украинцы компактно живут не одно столетие. Одним из таких регионов является Кубань, которую колонизировали в конце XVIII века запорожские казаки. Именно по территории этого края больше всего прошлась машина русификации, уничтожения национальной самобытности, репрессий, измарения голодом, переписывания украинских фамилий на русский манер. Почему я записанный не украинец, а русский? У меня там друг был Жовтобрюх, его фамилия, а он Жовтобрюхов, чтобы скрыть, что у нас фамилия украинская, запорожская, потому что нас душили, Господи, по-моему, потому что весь Краснодарский край сделали русским. Это фрагмент документального фильма 1992 года, времени, когда происходило возрождение украинского духа на Кубани после падения СССР. Длилось это до конца 1990-х. Тогда в Краснодарском крае действовали независимые казацкие организации, украинские кружки, например, общество Круглик. Действовали на Кубани тогда и отделения просвиты. Модным стал кубанский фольклор. На радио и телевидении края даже зазвучали песни на украинском языке. Изредка выходили на украинском и одиночные бюллетени. А некоторые украинские политические партии, в частности Украинская национальная ассамблея, пытались даже создать в крае свои ячейки. Все это делалось по инициативе местных украинцев. Никакой реальной помощи на государственном уровне Украина, к сожалению, не оказывала. А стоило бы. Потому что уже в 2000-х, после прихода к власти Путина и его ставленника губернатора Александра Ткачева, украинская жизнь на Кубани фактически оказалась под запретом. По результатам переписи населения в 2010 году украинцами на Кубани себя записали всего лишь 2,3%. Почему я говорю записали? Потому что фактически этнических украинцев в регионе явно значительно больше. Но что не добил Сталин, додушил Путин. Украинская идентичность Кубани с легкой руки его наместников в крае была искусственно заменена на казачью идентичность. А украинский язык снова стали усиленно называть кубанской балачкой. Тем самым отрывая народ от его украинских корней. И вот уже потомственные украинцы записывают себя русскими. А ведь еще не так уж и давно украинцев на Кубани было почти 62% населения края. Это цифры по результатам переписи 1926 года. И даже спустя несколько десятилетий, уже в 1950-е, Кубань все еще говорила на украинском. А за русский язык можно было крепко схлопотать по физиономии. Да-да-да, за использование русского языка вместо украинского кубанцы давали в морду. Об этом писал известный российский философ и диссидент Григорий Померанц, работавший в те годы на Кубани учителем. Прежде чем привести его цитату, замечу, что Померанц, несмотря на свои либеральные взгляды, был тем, кого мы сегодня называем условными хорошими русскими. В том смысле, что российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос. Вы поймете это по тексту, но, тем не менее, этот документ эпохи полезен нам в контексте разбираемой темы. В 1953 году я начал работать учителем в станице Шкуринской, бывшего кубанского казачьего войска. И вот оказалось, что некоторые школьники восьмого класса не говорят по-русски. Мне отвечали по учебнику наизусть. Кубанцы – потомки запорожцев, их родной язык украинский, но за семь лет можно было чему-то выучиться. Я решил обойти родителей наиболее косноязычных учеников и посоветовать им следить за чтением детей. Начал случайно с девочки, у которой была русская фамилия, допустим, Горкина. Мать ответила мне на нелитературном, с какими-то областными чертами, но бесспорно русском языке. С явным удовольствием ответила, с улыбкой. «Так вы русская?» «Да, мы из-под Воронежа. Нас переселили в 1933 году вместо вымерших с голоду». Отчего же не выучили дочку своему родному языку? «Что вы? Ей проходу не было. Били смертным боем». Оказалось, что мальчишки лет пяти, дошкольники, своими крошечными кулачками заставили детей-переселенцев балакать по местному. В школе это продолжалось. За каждое русское слово на перемене – по зубам. По-русски – только на уроке – учителю. Запрет снимался с восьмого класса. Ученики старших классов отрезаны ломоть. Они собирались в город, учиться, и им надо говорить на языке города. Действительно, к десятому классу мои казачата уже сносно разговаривали. Вся эта автономистская языковая политика стойко продержалась с 1933-го, когда была отменена украинизация, до 1953-го. И продолжалась при мне, то есть до 1956-го. Дальше не знаю. Я не думаю, что сопротивление было сознательно организовано взрослыми. Организацию выбили бы в 1936-1939 годах или в 1944-м во время ликвидации неблагонадежных, сотрудничавших с немцами. Нет, никакой организации не было. Было казачье самосознание, которое дети чувствовали, и детская самодеятельность. Дети сохранили господство украинского языка в кубанских станицах. Померанц описывает Кубань в 1950-х, когда всяческая украинизация в крае была давно свернута. И тем не менее, как мы видим, выбить украинский дух из кубанцев не удавалось, потому что украинская идентичность исторически неотделима от Кубани. А ведь в 1920-х, начале 1930-х процессы возвращения украинцев к своим истокам шли семимельными шагами. Если раньше украинскими были преимущественно школы, то в эти годы украинизируется советский и партийный аппарат, газеты, издательства, техникумы и высшие учебные заведения. Так, в 1932 году Северокавказский пединститут в Краснодаре был переименован в Северокавказский украинский пединститут имени Скрипника. К концу 1932-го на Северном Кавказе полностью или частично украинизировали 1868 школ, 12 педагогических техникумов и кратковременные педагогические курсы. Действовала сеть массовых политпросветных учреждений. Массовый выпуск украинской литературы начинается в 1931-м, когда в издательствах Северного Кавказа вышло 149 украинских книг и брошюр. Но все это длилось недолго. Вмешался Сталин. Постановление ЦК ВКПБ и СНК СССР от 15 декабря 1932 года. Об украинизации в Дальневосточном крае, Казахстане, Средней Азии, Центрально-Черноморском округе и других районах СССР. ЦК ВКПБ и СНК Союза СССР решительно осуждают выступления и предложения, исходящие от отдельных украинских товарищей, об обязательной украинизации целого ряда районов СССР, например, в Дальневосточном крае, Казахстане, Средней Азии, Центрально-Черноморском округе и так далее. Подобные выступления могут только играть на руку тем буржуазно-националистическим элементам, которые, будучи изгнаны из Украины как вредные элементы, проникают во вновь украинизированные районы и ведут там разлагающую работу. Получить Крайкому и Крайисполкому Дальневосточного края, Обкому и Облисполкома Центрально-Черноморского округа, Казанскому Крайкому и Совнаркому, немедленно приостановить дальнейшую украинизацию в районах, перевести все украинизированные газеты, печать и издания на русский язык и к осени 1933 года подготовить переход школ и преподавания на русский язык. Секретарь ЦК ВКПБ Сталин, председатель СНК СССР Молотов. И уже 26 декабря 1932 года постановлением Северокавказского краевого исполнительного комитета украинизация на территории края была приостановлена. Как вспоминал очевидец этого времени, В 1933-м в школу пошел, украинский язык был кругом на Кубани, занимались в школе на украинском языке с полгода, а с полгода на русский перевели. Объяснение для запретов всего украинского очень простое. Где украинский язык, там контрреволюция и национализм. Кстати, русские до сих пор так считают. А где русский язык, получается, все послушные океагнцы, посему нужно запретить украинский язык и закрыть сотни украинских школ. В постановлении СНК СССР и ЦК ВКПБ от 10 января 1933 года отмечалось, что в период успешной ликвидации капиталистических элементов в городе и кулачества в деревне разные украинизаторы на территории украинских районов РСФСР оживили все националистические элементы, переходя на путь вредительства, контрреволюционного саботажа. Все это заставляет партию и правительство перевести все украинизированные учреждения и школы на территории РСФСР на русский язык. Да, вот эти вот саботаж и вредительство имелось в виду, что украинцы не хотели умирать от голода и отдавать все запасы провизии. Это же как раз в разгар рукотворного голода, устроенного большевиками. Прекрасно русские обошлись с украинцами на своей территории, хлеб забрали, голодом уморили, да еще и учиться на родном языке запретили и заставляли петь песню «Я другой такой страны не знаю». Да уж, такую страну еще поискать надо, но лучше бы, чтобы ее вообще никогда не было. Уму непостижимо непосредственно во время голодомора по команде из Москвы устроить антиукраинский шабаш, хотя эти события неотделимы друг от друга. Деукраинизация происходила с сожжением украинских библиотек. Очень скрепно, правда? По специальному указанию были сожжены все украинские библиотеки. Если кто-то думает, что этот факт – выдумка или преувеличение, то об этом пишут сами россияне, ученые московских институтов и научных центров, проведшие в Москве в 2016 году круглый стол на тему украинского языка в государственной политике и общественной мысли в Российской империи и Советском Союзе. Политики деукраинизации Кубани еще за несколько лет до рокового постановления Сталина поспособствовал другой советский деятель, который был достаточно уважаем и считался одним из немногих настоящих интеллектуалов в большевистской верхушке. Речь о Наркоме народного просвещения Анатолии Луначарском, кстати, выходце из Полтавы. Он совершенно необоснованно считал, что не было достаточной ясности в вопросе, каким же является материнский язык местного населения Кубани, украинским или все-таки русским. Луначарский предложил считать его кубанским. Он рекомендовал употреблять в школе вместо украинского языка кубанский. Таким образом, в будущем будет легче перейти на русский. Хотя до революции 1917 года Луначарский излагал совершенно другие мысли. Вот что он писал в статье о национализме вообще и украинском движении в частности. Обращаясь в частности к украинскому движению, я должен сразу сказать, что ни одно национальное пробуждение не вызывает во мне субъективно столь горячих симпатий. Вопрос об украинской школе является одним из насущнейших и должен быть поставлен в качестве важной задачи не только украинским, но и всем российским пролетариатам. И вот эта вот цитата того самого человека, который стал позже идеологом переименования украинского языка на Кубани на кубанский язык или кубанскую балачку. Впрочем, подобные метаморфозы вряд ли удивительны в среде российских интеллектуалов. Что тогда, что сегодня. Процессы сворачивания украинизации и насильственная русификация украинцев в Кубани были связаны с проведением коллективизации и созданием массового искусственного голода, ставших частью голодомора геноцида. На Кубани проведение коллективизации осложнялось наличием сплоченного казацкого населения, готового сопротивляться с оружием. Для того, чтобы сломить сопротивление, в июле 1932 года режим прибегает к значительному увеличению норм хлебозаготовок, что привело к голоду в этих районах. Уничтожая результаты украинизации, Советы стирали историческую память украинцев Кубани. Такая политика помогла режиму сломить сопротивление населения. Кубань – это яркий и характерный пример того, как действует Москва на всех захваченных ею территориях. Ничего не меняется и сегодня. Россияне до сих пор в упор не видят украинцев не то что на Кубани, а и украинцев в самой Украине. Именно поэтому война, которую ведет Россия против Украины, является по сути попыткой Москвы окончательного решения украинского вопроса. И в случае победы Путина Украины ждет судьба украинской Кубани. Слава Кубани! Слава Кубани! Слава Кубани! Слава Кубани! Здравствуйте! Это Кубанский, Кубанский все. Так а звитки вы расскажите вчера, чтобы вы что-то издали. Мы из Белореченского региона, Житоковской станицы. Житоковский казачий курей. Яковенко. Моя Бурейка. Моя усинька. Все украинцы. Так что вы правильно сказали, что здесь разобраться. Да не крути, все мы украинцы. И как сейчас нас могут делить, я одного не могу понять. Украина или Кубани, это все было всегда за едино. Почему нас сейчас разделяют? Действительно будет делать фильм, и какое-то отношение будет иметь правительство к этому фильму, и будет видеть этот фильм. Просьба была бы, чтобы вспомнили о тех людях, и о тех украинцах, которые живут на восходе нашей страны. Хай не забывают, и хай не кажут, что мы москали, мы не москали, мы те же украинцы. Мы уже трошки говорим, и мы уже путаем. Редактор субтитров А.Семкин